всем привет вы снова на канале березовский лайф и мы продолжаем с вами вязать авоську первой части мы связали дно войске и сегодня нам надо двигаться вперед как мы это сделаем все 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 по-прежнему наш овал крючок четыре с половиной пряжа дроп сперрис вот она стопроцентный хлопок продолжаем работать мы закончили с вами 1 2 3 4 ряд 1 был ряд косички 2 3 4 это ряды столбиков с закруглениями и теперь нам нужно нужно собственно ничего увеличивать мы не будем продолжаем двигаться вперед что мы делаем мы делаем одну петлю подъема и здесь мы из такие себе стабилизирующие столбики я думаю что 3 будет достаточно мы сделаем просто столбики без накида уже ничего не увеличивая ничего не 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 вы просто по кругу прошу прощения вяжите столбики без накида просто в каждую каждый столбик предыдущего ряда и все и вот уже даже сейчас видно что авоська начала свое движение вверх они стороны так и вы продолжаете вязать заводим крючок захватываем нить 2 нитки на крючке и продеваем и вот так вы вяжете до конца ряда в общем-то давай встретить давайте встретимся в конце этого ряда чтобы я показала как соединить вязание подобрались концу ряда здесь у меня остается последняя петля и вот собственно есть ну та петля подъема которую мы делали вот как раз в нее мы и делаем соединение вот таким образом вот что у нас получилось то здесь сейчас уже это будет идти вверх я думаю что будет оптимально провязать три-четыре таких рядом которые плотные ну и дальше мы уже пойдем вверх по рисунку сейчас давайте провяжем еще три ряда столбиками без накида вверх просто по кругу соединяя в конце в петлю подъема все увидимся через три ряда вот пожалуйста три ряда еще провязали сумме у нас их 4 1 2 3 4 и и вот вот так подросла авоська значит мы скажем так укрепили немножко и вот здесь смотрите вы можете сделать и повыше вот эту часть которая идет без узора потому что выше у нас будет узор ну грубо говоря филейное вязание с дырочку вы можете вот эту часть вот так будет авось когда вы можете ее продлить например сделать еще повыше плотную часть а дальше уже начинать дырочатую так как у меня будет внутри все равно мешочек мне принципе это и не имеет значения на каком этапе начнется сам рисунок вот что осталось у меня от первого моточку у меня есть еще один красный задумка такая чтоб часть будет все таки одного цвета красного вот эту часть вы как раз можете сделать плотной то есть продолжать вязать чуть длиннее вот такими вот столбиками или же делать столбик с одним накидом но в один прием тогда вы просто быстрее будете продвигаться по высоте но вязание будет оставаться таким же плотным или же уже можно начинать узор и тогда вся авоська будет дырчатая и так задумка такая что сейчас продолжаем вязать красной нитью когда она закончится добавляем белую и тоже вяжем дырчатый то есть на дырчатый рисунок у нас идет вся красная и вся белая пряжа ну или ваш вариант то есть два цвета идут на узор и один цвет идет на ручки ну что ж продолжаем вязать я начну вязать уже узор и так варианты как это сделать начнем я делаю две воздушные петли подъема и теперь внимание какие варианты есть вы можете делать три воздушные петли подъема вот так и сам узор у вас будет состоять из столбиков с двумя накидами например как это выглядит давайте значит суть узора такова одна воздушная петля между столбиками ведь наши петли подъема заменяют столбик два раза накид одну пропускаете один столбик предыдущего ряда вяжите в следующий вы делаете два приема раз два и закрыли так снова одна петля два накида одну пропускаете делайте раз два три вот такие дырочки вас получится давайте еще про вяжем чтобы вы понимали какого размера дырочки получится ну то есть чем толще пряжа тем эти столбики выше если у вас пряжа тоньше они будут соответственно ниже так делаем вот так вот пожалуйста вот такого размера получаются отверстия это первый вариант ну такая будет авоська прям дырчатая так дырчатая но в этом собственно и суть авоськи она и должна быть такой другой вариант который я буду использовать я делаю две петли подъема они 32 еще одну добавляю которая у нас промежуточная и вяжу столбиками с одним накидом снова воздушная пропускаю одну точно так же только столбики с одним дырочки поменьше вот так воздушная воздушная вот такой рисунок получается вы можете себе в голове диктовать столбик воздушная пропустили если вам так удобнее чтобы не запутаться так по кругу вы идете и вот что у нас получается то есть она уже идет вверх вот вот так вот такие дырочки на мой взгляд вот вот прям достаточный я на таких и остановлюсь вяжем так до конца ряда увидимся в конце ряда мы в конце ряда и здесь мы соединяем все с пропуская одну воздушную пилю то есть вот эту во вторую да для того чтобы все было четко так есть вот такой первый ряд получился что я предлагаю сделать я предлагаю вязать поворотными рядами потому что вы видите что как бы нам не хотелось но вязание все равно смотрит в какую-то сторону если вы будете продолжать вязать по кругу соответственно у вас рисунок поплывет то есть не будут у вас ровных таких вот квадратиков вафельки такой она все будет направлена в какую-то сторону скорее всего в левую поэтому в этом случае я предлагаю переходить на круговое вязание вот мы соединились с предыдущим ну вернее с началом ряда поворачиваем вязание вот так мы делаем здесь подъем который максимально похож на столбик для того чтобы его не было заметно как это делаю я вы вот эту нить у вас за работой вот так она вы ее ничего с ней не делаете дальше крючок нужно ввести вот в ту петельку которая сформировалась благодаря соединению вот прямо в нее вот так не знаю видно вот так прямо в эту петельку протянуть через нее нить и у вас окажется две две ниточки на крючке вы делаете первый такой прием и еще одну петельку вот посмотрите мне кажется что это максимально похоже по толщине я бы так сказала на обычный столбик то есть выходит что подъем у вас он максимально незаметен и так будет по всей работе это очень удобно потому что не будет вот этого шва который обычно есть вот он потому что здесь видна разница в толщине и вообще в структуре обычных косички и столбика ну что ж продолжаем снова делаете воздушную петлю и прокалываете предыдущий столбик вот так воздушную петлю и прокалываете столбик и так движетесь дальше собственно это и есть узор всей всей нашей авоськи до самых ручек больше я не буду делать прибавления их можно было бы делать если бы вы хотели более такую пухлую какую-то авоську я не буду больше сделать мне вот нравится такая она плоская она и так будет растягиваться и раздуваться под весом предметов которые я буду в ней носить поэтому нет надобности что-то еще дополнительно прибавлять просто движемся 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 дальше и вот такой узор получается когда вы даете до конца ряда это будет вот здесь вы вводите крючок оставляя одну воздушную петлю вот сюда в вершину подъемного столбика давайте мы там с вами встретимся я вам снова покажу вот этот хитрый столбик подъема вот мы в конце следующего ряда и здесь мы соединяем пропуская одну вот сюда заводим крючок и делаем соединительное соединительную петлю все разворачиваем вязание и здесь мы снова делаем тот столбик хитрый столбик о котором я вам говорила я надеюсь видно вот так точно будет видно что же мы делаем вот та петелька сверху в нее прямо в нее заводим крючок она тугая обычно вот так выводим нить имитируем столбик с накидом раз два вот пожалуйста вот такой незаметный переход у вас будет получаться ну и снова вы делаете воздушную петлю и в предыдущей вот так вот и движемся мы по всем рядам что мы видим мы видим прекрасный рисунок который формируется что что же получается вот собственно и закончился мой первый моток красных ниток на этом этапе я уже буду добавлять следующий рисунок вот такой выглядит наша авоська пока что вот так движемся вверх итак что мы делаем до следующей части мы довязываем еще один цвет присоединяем еще один у меня таких два моточка в общем вы вывязываете все что не ручки и собственно вывязываете тут длину которую хотели бы видеть ваши авоськи вы можете провязать какое-то количество красного пусть и не все замерить ага вот половина длины мне нужны еще столько же связать белого еще одну половину длины и оставить место для ручек которые на моем случае темно-синий у вас могут быть любого другого цвета вот такая вот красота получается вот так будет такая узенькая воска вот то что мне как раз и надо что-то такое положить небольшое незначительное а не какие-то там покупки для покупок у меня есть отдельные для фруктов и овощей это и только для выхода в свет скажем так или же вообще это пляжным задумывался вариантом но я не вижу ее на пляже на пляже я что-то предпочитаю такое более плотное типа сумки что-то явно не авоську авоська это как такой аксессуар не более под джинсы в общем вяжем 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 до самых ручек таким же узором ничего не меняем идем вверх увидимся с вами в третьей части где буду начнем вязать ручки в верхней части